Азов-инфо Штаб антитеррористической безопасности города Азова обращается с призывом о повышении бдительности. Обращайте внимание на лиц, вызывающих подозрения, предметы, которые могут быть оставлены в местах массового пребывания граждан. В случае опасности незамедлительно звоните по телефону доверия МВД 401-14 или в дежурную часть 02. Реконструкция городских коммуникаций проходит с грубейшими нарушениями. Новые подробности о замене инженерных сетей по переулку Красноармейскому 102 стали известны сегодня. Как сообщалось ранее, жители многоэтажного дома обратились в нашу редакцию с жалобой на подрядчика. По заказу городской администрации подрядная организация Донсельхозводстрой выполнила замену канализационной сети на территории дворов малоэтажных зданий по переулку Красноармейскому. Через некоторое время после окончания работ жители 98, 102 и других домов стали замечать негативные изменения в квартирах и на придомовой территории. После проведения работ у нас начали исчезать плавно деревья под домом, которые мы высадили. Ну вот они наполовину провалились, наполовину провалились, вот там оседает почва. Посмотрите вот здесь, что происходит у нас сейчас. Канализационные колодцы, они наполовину уже отошли от земли, то есть они поднимаются на поверхность, как я понимаю, земля падает. Это просто безобразие, даже вот сотый дом. Взяли люк и закатали в асфальт. Значит, как его надо будет потом открывать этот люк. Это вот сотый дом. 98 дом провалено. Выбирали мы, землю занимались, до половины провалились, по самой колено было провалено, человек стоял. Жители, большинство из которых пожилые люди, провели субботник, но восстановить прежнее благоустройство дворовой территории им не под силу. Эти большая техника проходила, все в асфальт, который нам сделали, все туда повпиявилось, все поразрылось. А площадка бельевая, мы не знаем, как там белье вешать, мы теперь прыгаем там, там детская площадка рядом, дети туда ходят, там вообще не подойдешь. Мы даже мусор не можем вынести нормально. Там был асфальт, а теперь там просто лужа, грязь. Нету ни руководителя, это вообще какой-то ужас. С нами не посоветовали, с ним сказали, чтобы мы просто не нервничали обыкновенные рядовые жители. Дом номер 102 находится в управлении у муниципальной компании «Жилсервис». Заместитель директора Алексей Куцов пояснил, что поскольку заказчиком работ является городская администрация, компания не вправе контролировать качество работ. Тем не менее, он сообщил в управлении ЖКХ о очевидных недоработках. Благоустройство это, наверное, надо в этом году сделать, потому что иначе наш дом, когда пойдет дождь, нас зальет, опять все под домом и дом поплывет. Начальник участка компании «Донсельхозводстрой» Владимир Губарев сообщил о перспективах благоустройства дворовой территории. С завтрашнего дня мы продолжаем работать, там чуть из-за погоды перестали. С завтрашнего дня продолжаем работать по благоустройству, по уборке территории. То есть жителям можно не переживать, что у них уходят? Нет, нет, все мы сделаем, мы никуда не уходим. Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Региональный семинар, посвященный проблемам образования, прошел сегодня в школе номер один. Впервые мероприятие объединило учителей школы разных городов Дона. Главная задача сделать так, чтобы ученикам хотелось не прогуливать уроки, а с удовольствием посещать их. Сегодня в школе номер один прошел региональный семинар, посвященный стандартам образования в начальном, среднем и старшем звене учебного процесса. Мероприятие было организовано совместно с педагогическим коллективом Донского колледжа. Участники приехали из разных городов Юга России. Семинар такого широкого масштаба в школе номер один проходит впервые. Я очень рад, что конференция проходит на базе нашей школы. У нас ярко проявляется сетевое взаимодействие с Донским педагогическим колледжем. Присутствуют представители Южного федерального университета, нашего головного института, института повышения квалификации. Думаю, что работа будет плодотворной и успешной. Главная цель семинара – обмен опытом. Нечасто педагогам из разных школ Южного федерального округа удается собраться вместе. В первую очередь, говоря о стандартных образованиях, учителя подчеркивали важность эмоционального настроя учащихся. Если у детей нет желания идти в школу, никакие новаторские методы не помогут. Я думаю, что все-таки для того, чтобы ученик шел в школу, должен быть хороший учитель, чтобы не было этого стресса. Вы знаете, когда ребенка ведешь в детский сад, одно утро ребенок с удовольствием одевается и бежит. А второе – не поймешь почему. Начинаешь мерить температуру у него, может быть, что-то плохо себя чувствует. А приходишь, а оказывается другой воспитатель. Преподаватели не только приняли участие в обсуждении образовательного процесса, но и посетили открытые уроки. Занятие по физкультуре может быть организовано в игровой форме. Воспитанники третьих классов выполняют все необходимые задания школьной программы, но при этом представляют себя героями сказки, где есть доктор Айболит, Обжора и даже Микробы. Мы, Микробы, песнику поем, мы, Микробы, очень любят менять, мы, Микробы, не наметим вас. Одновременно школьники узнают и о пользе продуктов питания. Апельсины, помидоры, обутили, все такое полезное. Только одними полезными фруктами сыт не будешь. На занятиях для самых маленьких учеников практикуют менее сложные игровые задания, которые прививают любовь к родине. Хоровод, в который выстроились малыши, символизирует великую реку Дон. Очень добрый, очень благодарный. Ваня любит Дон из-за его величия и за возможность отличной рыбалки. Папа поймал большую рыбу, очень большую. И мы ее ели. Мы ее зажарили и ели. Идите на рыбалку и поймайте мне несколько рыб. Семинар завершен. Учителя разъехались по своим городам, в одушевленные идеи азовских коллег и в надежде применять опыт игровых уроков на своих занятиях. Секрет успеха на самом деле прост. Нужно любить детей, и они с радостью будут приходить в школу. Анастасия Дичко, Игорь Скутнов, Людмила Улихина, Азов.Инфо. В Южном научном центре начался эксперимент в создании искусственной экосистемы. На научном языке этот процесс называют аквапоникой – взаимодействие среды обитания рыб и растений. Подробнее в материале Татьяны Ивашенко. Аквапоника – это искусственная экологическая система, сочетающая аквакультуру – выращивание рыбы – и гидропонику – культивирование растений без использования грунта. За рубежом данный способ успешно используется для выращивания сельскохозяйственной продукции. В нынешнем году к эксперименту в сфере аквапоники приступили сотрудники Южного научного центра Российской академии наук. У нас используется совместное произрастание и проживание рыб. Это вот у нас севрюга, осетровые, в общем-то, сомы и вот растения. Причем мы используем и сорта ягурцов, перца, помидоры, салат, петрушка. Таким образом мы хотим установить, какая же культура больше подходит для выращивания таким способом. Ну а также это безобходное, экологически чистое производство. Вода, наполненная отходами жизнедеятельности осетровых, поступает к растениям, которые поглощают растворенные питательные вещества. Затем очищенная вода возвращается в бассейны с рыбой. Таким образом достигается существенная экономия ресурсов. Выращенная продукция исследована в Центре стандартизации и рекомендована к употреблению. У нас был большой урожай салата и петрушки. Вот, кстати, салат новый подрастает. Его употребляли в пище. У нас здесь были конференции, различные съезды и все было подано на стол. На данном этапе опытным путем определяется конкретный сорт каждого вида растений, способный давать оптимальный урожай. Вода начинается сброс отсюда, то есть здесь она более насыщенная питательными веществами. Далее она получается менее и менее насыщенной веществами питательными. За счет этого здесь она произрастает лучше запах, имеет лучшие вкусовые качества. Там уже хуже, поэтому мы подбираем, где же по системе аквариума нам стоит какую культуру выращивать. Перец вполне хорошо себя чувствует в тех условиях. И салат хорошо чувствует себя именно в тех условиях. Здесь ему слишком много, на начальных этапах слишком много питательных веществ. Если эксперимент окажется успешным, его результаты будут запатентованы. Ученые надеются, что аквапоника, высокотехнологичный и рациональный способ ведения сельскохозяйственного производства, будет востребован аграриями дома. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. В городской администрации сегодня чествовали футболиста клуба «Дончанка», которые стали чемпионами России. Иванна Голубева продолжит тему. В городской администрации прошло чествование спортсменок футбольного клуба «Дончанка», которые стали победителями первенства России по футболу среди женских команд первого дивизиона. Мы сегодня от всей души поздравляем вас с победой, потому что она удовольствовалась очень нелегко. И в начале, прежде чем стать участником финальных игр, команда стала победителем в своей зоне «Центр-Юг». И лишь потом уже в финальной части стала сильнейшей среди всех команд. Примите самые сердечные слова поздравления, пожелания дальнейших спортивных успехов, ну и, безусловно, исполнения всех намеченных команд и каждым из игроков плана. Председатель Азовской городской думы Сергей Бездольный сказал много теплых слов в адрес девушек. Выходя на поле, вы всегда на своей майке и несете название команды «Дончанка» и «Города Азова». Таким образом, внося общую лепту в наш родной город, прославляя его и поднимая имидж нашего города еще на более высокий уровень. И за это вам отдельное спасибо. Футболисткам вручили благодарственные письма и ценные подарки. Исполняющий обязанности главы администрации Владимир Парфенов подарил спортсменкам дополнительный комплект в спортивной форме. Ивана Голубева, Александр Истомин, Азов.Инфо. 23 ноября стартует новогодняя акция медиахолдинга «Пульс». Поделись хорошим настроением. Участие могут принять все желающие. Условия акции просты. Делитесь хорошим настроением. Рассказывайте новогодние истории. Пойте, танцуйте, признавайтесь в любви. Предела фантазии нет. С 23 ноября с понедельника по пятницу ждем всех в фойе Дворца культуры у волшебного баннера медиахолдинга «Пульс». С 17 до 18 часов. Поделитесь хорошим настроением с Азовом. Ваши видео будут размещены в группе социальной сети ВКонтакте. Победителя, который будет определен по количеству репостов, ждет приз. Акция продлится до 4 декабря. Многие азовчане поддержали эту добрую идею и приняли участие в съемках ролика, рассказывающего о том, как легко поделиться хорошим настроением и сделать счастливым любимый город. Это видео, анонсирующее нашу акцию, вы можете видеть в эфире пятого телеканала. Люди разных профессий и интересов, которые до начала съемок не знали друг друга, объединились и подарили нам всем самое ценное, что есть у каждого человека – улыбку. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и программа Азовского арт-медиа-центра «Лоскутки» и «Бум». Отличный вам выходных и только хорошего настроения. До свидания. Медиахолдингу «Пульс» 25 лет Историю страны в миниатюре хранят эти стены Сегодня в нашей программе Началось все задолго до этого в Азове. Давайте об этом не забывать. Смотрите нас каждый четверг в 18.30. Нам есть что сказать. 21 ноября. Ясно. Температура днем плюс 15, плюс 17 градусов. Температура ночью плюс 11, плюс 13. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Влажность воздуха 59%. Уровень воды в реке Дон на 55 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 6 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok